Руководители соседних с Щелковским районом муниципальных образований рассказали о социально-экономическом развитии своих территорий. По словам главы Ногинского района Игоря Красавина, проблемы у муниципалитетов схожие. Это и ЖКХ, и экология, и благоустройство. Для решения любой проблемы необходимо сначала ее обозначить, затем путем совместного диалога выработать план и сроки решения. В свою очередь глава Щелковского района Алексей Валов рассказал об основных достижениях в работе районной администрации за прошлый год. О том, как за счет оптимизации бюджета, привлечения дополнительных инвестиций, а самое главное налаживанию взаимопонимания и конструктивного диалога с жителями, нашему району удалось подняться в рейтинге муниципальных образований Подмосковья с 52-го на 5-е место. Когда мы сидели на прошлом форме лидерства, лидерства реальности, они равнодорожны, Мы не повернусь, что мы никогда не были в десяток с такими бюджетными возможностями. Вообще в Щелковской районе достаточно сложный районный план бюджетный, и вряд ли расчерпался. Тем не менее, мы славненно работали в 2016-м году, и в кончик поднимаясь в линейке, пошли в Юрку, в лучших ставках на 5-е место. По словам Алексея Ивалова, по итогам первого полугодия, в этом году наш район занимает уже четвертое место, и это не предел. Мы получили просто огромную поддержку, простых людей. Люди услышали, увидели, и поддержали именно подходящий в Щелковской районе. Поэтому мы вот в кончик, в кончик, в кончик, в кончик, это не третье место, а третье место – это дополнительные средства, которые мы делаем, а дополнительные средства – это опять вложение в программы, в финансирование в программу. Это очень важно, чтобы все-таки выйти на третье место и порадовать их миром. Как сказала зампред правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, граждане становятся все более осведомленными о том, что происходит на территориях, где они живут, и видят, как можно решить многие проблемы. И то, что вы это видите, то, что вы это понимаете, это очень хорошо. А станет совсем хорошо, когда практика Щелковского района, будем говорить сегодня, практика, я помню, как вы ругались на первом форме Щелкова, а теперь пошел процесс, он пошел качественно, по-другому. И Алексей Васильевич, спасибо вам за это, приводил к примеру, когда именно благодаря тому, что жители активно участвовали, решались очень сложные вопросы, которые оказались вообще не решаемыми. В форуме также участвовали члены Общественной палаты Подмосковья и активисты вновь сформированных муниципальных общественных палат, которые задавали выступавшим вопросы и предлагали свои пути решения тех или иных проблем. Подводя итоги форума, Эльмира Хаймурзина заявила, что наши жители сегодня становятся более квалифицированными в плане общественной активности, и подобные встречи – это очень предметный, содержательный разговор. А самое приятное еще сейчас, что мы на форумах, на таких, слышим очень конкретные предложения. Как сделать что-то, или там какие-то проекты, которые реализуются. И то, что граждане сегодня выступают и выступают по делу, обозначая конкретные проблемы, обозначая то, что их реально волнует, это самое ценное, и мы находим иногда решение прямо на месте. Поэтому форум, конечно, качество форумов растет. Это правда. Сергей Дадыко, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».